Всем большой привет, с вами Magpie Bird. И это очень срочное включение. Я максимально быстро и спонтанно решила снять сегодня ролик. И он будет посвящен, как вы уже поняли, новому, совершенно прекрасному обновлению в Sims 4. Нам очень много чего добавили разработчики, и первое, что я хотела бы вам показать, это обновленный инструмент создания ландшафтов. Во-первых, вы можете увидеть, что сейчас размеры кисти можно более точно варьировать. И появились наконец-то просто огромные, громадные кисти, которыми можно закрасить полностью весь участок буквально за считанные секунды. Это просто волшебно. Далее, конечно же, я хотела бы перейти к самому вкусному, сочному и великолепному обновлению. Это озера на участке. Озера на участке. Я больше не буду изгаляться над бассейнами и обкладывать их камушками, травой и так далее. Я дико извиняюсь, но это просто праздник какой-то. Как вы видите, теперь мы можем заливать воду на участке на разном уровне, в отличие от Sims 2 и Sims 3. Там это происходило автоматически. Также у нас теперь появилась удобная возможность включить карту глубины пруда. Вместе с этим появились 4 инструмента для создания озера, водоема или же пруда на участке. Я все еще в полном шоке, в восторге. Просто нет возможности найти столько слов, чтобы описать все, что я чувствую. Мы так долго ждали этого. В 2021 году разработчики просто максимально радуют нас. Ну и конечно же, первым делом я решила проверить, можно ли поставить дом на воде. И да, это возможно. Вы представляете? Я просто пищу от удовольствия. Здесь я решила более подробно не останавливаться. Я думаю, вы и так прекрасно все видите. Я думаю, это не самый последний обзор на данное обновление на ютюбе. Поэтому я покажу вам то, что мне понравилось больше всего. Здесь я уже построила каркас дома. И смотрите, нам добавили 3 вида воды, если я не ошибаюсь. И они просто прекрасны, такие реалистичные. Мне больше всего понравился первый вариант. Я его собственно и оставила. Кстати, здорово, что мы можем поменять на воду с листьями. Например, когда у нас осень. Было бы и так же интересно посмотреть, что происходит зимой с водоемами. Также нам добавили табличку рыбалка, причем функциональную. Мне так нравится там рыбка, жаль, что цвет дерева нельзя поменять. Еще появилась всякая живность, которую мы можем добавить в пруд или же около него. Крокодил меня дико удивил, конечно. Кстати, всякие утки и светлячки размещаются по типу, как это было в Sims 2 с созданием города. То есть есть некоторые боксы с эффектами, которые мы можем после размещения увидеть в режиме жизни. Очень интересная фишка, не новая, но думаю для тех, кто играл в предыдущие части, это какой-то элемент ностальгии даже. Давайте, пока я строю домик, я быстро и более подробно пробегусь по основным изменениям. Нам добавили две новых прически, мужскую и женскую. Добавили две новых картины. Также добавили оповещение о том, что при постройке участка использовался код на перемещение объектов. Что, кстати, довольно удобно. Теперь симов на карте проще найти благодаря новому инструменту камеры. Блокноту выделили отдельную кнопку. Конечно же, добавили пруд, эффекты и предметы для пруда. Добавили службу доставки еды в ЖИК. Прямо все, как в реальной жизни. Теперь дети могут помогать заниматься садом родителям, совершенно самостоятельно. Также разработчики устранили ряд багов и ошибок, наладили работу игры в целом, что замечательно. Мне даже сложно представить, какую огромную работу они проделали. И, кстати, пруд доступен будет и для пользователей, у кого только базовая игра. Это очень лояльно, как мне кажется. Реально, в этом году все больше и больше обновлений, которые позволяют игрокам насладиться процессом. При этом не имея огромного количества дополнений, каталогов и наборов. Обновление вышло 20 июля, и оно совершенно бесплатное. Когда я увидела, что присутствуют в нем, у меня просто зачесались ручки. Я никогда еще так быстро не обновлялась. Без лишних слов, для меня это самое лучшее обновление за последнее время. Что дальше? Нам добавят машины? Совсем, кстати, скоро выйдет загородная жизнь. Я ее очень сильно жду. Ведь там появится как минимум куча животных, а не только кошки и собаки. Я уже просто капаю слюнями в ожидании. И мне кажется, такое обновление максимально своевременно вышло. Вы представьте, у нас скоро будет ферма, и мы можем построить целую деревню с водоемом на участке. Без всяких там бассейнов. Я думаю, по моему голосу слышно, насколько я рада. На фоне я уже достраиваю домик на озере. Я правда не очень старалась, хотелось как можно больше посмотреть, поиграть. И кстати, я даже вернулась к своей основной семье. И смогла немного поиграть ими. Это еще один признак того, что мне стало жутко интересно, и я по итогу не разочаровалась. Надеюсь, что вскоре выделю свободное время поиграть вне камеры. Ранее на участке я разместила боксы с эффектами, и посмотрите, как прекрасно это выглядит в игре. Да, сейчас вы можете наблюдать ночь, но мне хотелось больше всего увидеть светлячков. Ну и конечно же, моя симка уже в парадном платье лежит на траве, разглядывает небо. Все у нее хорошо. Появилось также новое взаимодействие с предметами. С бревном. Черепахи могут загорать на бревнах. И у нас сразу же появляется милая черепашка. Со знаком рыбалки мы можем разместить разные виды рыб у нас в пруду. Потом их ловить прямо на участке, отправляясь на рыбалку. Ах да, я забыла вам рассказать о том, что мне понравилось еще. Это появившаяся возможность готовить вместе. Для этого вы можете нажать на холодильник и выбрать действие готовить вместе с. Это действие можно выполнять одновременно пятью симами. И важно учесть, чтобы у всех было место для готовки. Посмотрите, как мило они готовят вместе. Прямо семейный ужин. Наверное, круто было бы увидеть, как вся семья готовит к Новому году. Или к празднику урожая целое застолье. Вот такой небольшой, но очень интересный ролик получился. Я была рада вместе с вами посмотреть новое обновление. Если вам понравилось, то вы всегда можете поддержать мой канал. Для этого вам всего лишь нужно оставить внизу комментарий, поставить лайк этому ролику и подписаться на канал. Также не забывайте о колокольчике. А еще вы можете посмотреть мои предыдущие ролики на канале. Ну а я с вами прощаюсь, надеюсь ненадолго. Всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok